Республика продолжит развивать информационные технологии в области здравоохранения. В качестве партнеров готовы выступить представители Российско-Сингапурского делового совета. Сегодня они встречались с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Подробности в следующем сюжете. Внедрение инноваций в сферу медицины – одна из задач Российско-Сингапурской комиссии. В республике представители делового совета двух стран намерены реализовать проект, не имеющий аналогов в мире. Уже в следующем году на базе онкологического диспансера появится уникальная система удаленного контроля за пациентами. Именно так называемый ключевой момент, когда пациент обладает определенным медицинским оборудованием, на себе носимым, и который онлайн благодаря определенной платформе передает данные о состоянии здоровья, вплоть до экспертизы и возможности инфарктного состояния в течение пяти дней. На сегодняшний момент практические решения, технологические решения, которые применяются и реализуются в Сингапуре, я полагаю, что могли бы быть применены у нас. Но реализованы с учетом той специфики, законодательной специфики, которая существует в Российской Федерации. Благодаря тем проектам, которые на сегодняшний момент реализуются в регионе, в частности у вас, мы можем достаточно серьезно восполнить и дополнить те инфраструктурные решения в области медицины, которые сейчас реализуются за рубежом. В качестве пилотной площадки республика выбрана не случайно. В этом году в Чебоксарах открылся региональный центр телемедицины. Удаленные консультации приносят свой эффект. За последние пять лет в республике смертность от новообразований стремительно сократилась. Впервые за последние годы, 5-10 лет, мы добились хороших результатов. Снижение смертности в 7% где-то, если перевести физических людей, это тоже значимо для нас. Коренной перелом произошел. И на этой основе мы, конечно, сейчас будем популяризировать, чтобы на ранней стадии люди, проходя диспансеризации, проходили разные процедуры, когда на ранней стадии эти болезни излечимы. Новации телемедицины должны помочь увеличить выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии. Когда начался в 2015 году скрининг молочной железы, мы никогда не диагностировали на доклинической стадии еще начальный совершенно рак молочной железы. На сегодняшний день это у нас уже присутствует в обычном порядке. Мы с помощью вот этой программы обучили всех рентгенобарантов всей республики правильно делать снимки. Ну и плюс ко всему вот эта телемедицина, постоянная консультация. Это же ведь не просто консультация плюс для пациента. У нас очень много пациентов перестали просто туда ездить, потому что нет в этом потребности, потому что консультация проходит здесь. Все эти предложения, которые вы сейчас своей стороной озвучите, мы возьмем, я не знаю, для работы, для коммуниции нашего сотрудничества. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с представителями банковской сферы. Сейчас она насчитывает более 40 организаций. Стороны обсудили детально динамику финансового рынка. В республике продолжает расти спрос на кредиты, причем за ними стали чаще обращаться предприниматели. Для стабильной работы банковской системы и в последующие годы все предпосылки есть, отметил глава региона. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Тоже хороший рост.